Хочется отвестись от нашего хронографа «До свидания, мой друг, до свидания» сказать и сказать «Здравствуйте нашему гостю». А ты знаешь, Саш, мы сегодня очень много посвящаем наши разговоры в вине, а ведь мы с тобой не говорили о такой проблеме, что алкогольную продукцию часто продают, так сказать, из-под полы, без лицензии. То есть это делают незаконно. Я думаю, что еще чаще продают виноград бабушки выходят, прямо на облучках там и торгуют фруктами. В общем, очень много товаров, которые продаются вот таким вот образом. И о незаконной торговле мы сегодня как раз-таки и поговорим. У нас в гостях Максим Водчин, начальник управления по мониторингу и пресечению той самой незаконной торговли администрации Симферополя. Доброе утро, Максим Игоревич. Здравствуйте. Доброе утро. Так, ну у нас уже даже есть некоторая статистика, что администрация Симферополя в сентябре привлекла к административной ответственности более, ну можно сказать, тысячи, там чуть больше стихийных торговцев. Это очень много, мне кажется. Почти полторы тысячи человек. Да, так и есть. Такая работа проделана. Порядка 1230 административных протоколов по статье 6.1 за несанкционированную торговлю уже составлены на данный момент. Я так полагаю, что каждый протокол сопровождался штрафом. Сколько ей не удалось заработать государству? Одна четвертая взыскана на данный момент от выписанной суммы штрафов. Если я не ошибаюсь, там порядка 6 миллионов штрафов назначено. И порядка миллион пятьсот с хвостиком на данный момент уже взысканно. И принудительно, и какая-то часть из этой суммы оплачена добровольно. Это много или мало? Можно было побольше, наверное, да? Здесь, наверное, какой эффект дала эта сумма штрафов выписанных. В принципе, стихийная торговля уменьшилась. Все равно еще есть. Я думаю, в следующем году и сумма меньше будет, и торговли будет меньше. То есть оно, в принципе, пропорционально. Но вот вы знаете, судя по вот этим цифрам, что только за сентябрь месяц 1200 административных протоколов было оформлено, говорит о том, что в этой войне все-таки выигрывают незаконные торговцы. Нет, я хотел бы поправить. Потому что их очень много. 1200 – это с начала года сумма. А, это с начала года. Но, тем не менее, все равно ситуация пока что остается стабильной, тяжелой, так сказать. Здесь, скажем так, что, наверное, после штрафа, опять же, большое время проходит перед оплатой его принудительной, имеется в виду. То есть люди полноценно отрабатывают сезон. Сейчас мы видим спад стихийной торговли, так как сезон закончился. Сейчас как межсезонье, как они сами это называют. Следующий пик будет ближе к Новому году, когда пойдут цитрусовые. Это ажиотаж с апельсинами и мандаринами. Поэтому те штрафы, те люди, которые торговали летом, к Новому году только получат письма от судебных приставов об возбуждении исполнительного производства. Поэтому уже на следующий год мы можем иметь статистику более лучшую. Скажите, сложно вообще взыскать этот штраф? Я сам когда-то просто работал судебным приставом. Я думала, вы скажете, что я незаконным торговцем. Нет, я незаконным торговцем не работал. Здесь все зависит от того, есть ли у гражданина какое-то имущество на правах собственности, в том числе денежные счета. В случае отсутствия движимого-недвижимого имущества, а также счетов в банке, то, в принципе, что с него взыскать? Утяжеляет процедуру отсутствия имущества. Максим Игоревич, там просто смехотворные суммы, я имею в виду штрафы, буквально 5 тысяч, которые они отбивают за час, а может даже и меньше. Но вот нельзя ли штрафы эти повысить? У нас была практика в 2018 году, но опять же там, я не ошибаюсь, после протеста прокуратуры уменьшили сумму штрафа. Максимальная сумма была 30 тысяч, уменьшили до 5 тысяч, так как в разрез КОАП уйдет. Я думаю, нужно прорабатывать на уровне всей Российской Федерации, а не только региона. Скажите, пожалуйста, а вот есть какие-то в нашем городе особо проблемные зоны, где постоянно скапливаются незаконные торговцы? Так не будем ли мы рекламировать сейчас эти зоны? А, наоборот, наоборот, причем внимания общественности, где покупать не стоит. Что надо обходить, какие территории? Ну, массовые скопления, как всегда, рынки, территория рынков. Это такие проблемные места, как Маршала Жукова, Герой Старинграда, Автовокзал, там, где таких продуктовых больших рынков, как вот, допустим, на Москальце, в принципе, это и нет. Поэтому там стихийная торговля пользуется спросом. А Куйбышевский рынок, Московский рынок, Центральный рынок и Бородинский пассаж, там ежедневно доходится сотрудник администрации, которые непосредственно выписывают административные протоколы по статье 6.1 за стихийную торговлю. Ну, вы знаете, мне кажется, пока что, не обижайтесь, но его работа немного бесполезная. Почему? Потому что я недавно проходила мимо Куйбышевского рынка, есть там такой небольшой участок, где находится фонтан вокруг скамейки. Ну, вы видели, да, это такая круглая площадь. И вот как раз-таки там внутри, по периметру этого фонтана, и находятся все продающие вот такую вот продукцию. То есть их было очень много, и я думаю, что штрафы их не напугали, ну, по крайней мере, не разбежались. Здесь присутствует такой же фактор, что территория рынков, она растянутая. И стихийшки уже, скажем так, адаптировались к тому, что сотрудник идет по периметру рынка, по разбросанной территории. И в этот момент они там даже могут поставить дежурного, который будет наблюдать за сотрудником, а сами... Эти 15 минут постараются продать хоть что-то. И вот так у них проходит, в принципе, целый день. Перебежками. Перебежками, да, они кочуют по этим рынкам. У нас, к сожалению, осталось очень мало времени. Я прошу вас обратиться к людям, которые все-таки занимаются этой нелегальной торговлей. Наверняка можно все это легализовать. Как это сделать и что для этого нужно? С гражданами, которые осуществляют стихийную торговлю, регулярно проходит профилактическая беседа, разъясняется, как получить место на ярмарке выходного дня, куда обратиться, к какому администратору на рынках, на наших муниципальных. Это центральный рынок, это Куйбышевский рынок, это Залесский рынок. Но в ответ одно и то же. Здесь место проходное, здесь мы и будем торговать. То есть если бы человек хотел найти место, он бы уже его нашел. Эти граждане, которые осуществляют эту торговлю, они одни и те же, и они не хотят торговать в законах, в правом поле, там, где есть конкуренция здоровая. Они хотят вот здесь и сразу, вот эти вот образы там бабушки, дедушки, они удобны для граждан, которые непосредственно не сталкиваются со стихийной торговлей, а просто проходят по аллее и видят, стоит бабушка, торгуют. А то, что бабушке внук привозит каждые полчаса товар с привоза, это никто даже не думает и не знает. Ясно. Спасибо большое, Максим Игоревич, за рассказ. Спасибо, что пригласили. Напоминаю, в гостях нашей студии Максим Вочель, начальник управления по мониторингу и пресечению незаконной торговли администрации Симферополя. Спасибо за рассказ.